День воскресный, день чудесный, а мы на сказочном Бали. Или, как многих людей, сказочно с этим Бали. Объясню. В этом ролике вас ждет много интересной информации. Я вам покажу по-настоящему красивый Бали. Я вам покажу вторую его сторону, о которой я личной информации не знал. Помойка самая натуральная. Мы покажем вам, на чем здесь люди зарабатывают. Ведь здесь полным-полно туристов, которые приезжают поваляться, покататься на серфинге и просто почилить. Ведь Бали, его нужно понять. А чтобы его понять, здесь нужно пожить. Я постарался собрать максимум информации. Мы много передвигались на байке, на машине, пешком, смотрели, общались с людьми. И прямо сейчас я вам сделаю вот такую выжимку по всей этой информации. И у вас будет уже совсем другой взгляд на Бали. Приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Что это было? Что-то там укусил. Все происходит. Все нормально? Все происходит. Вы все стоите. Дима, Дима. Дима. Уважаемые дамы и господа, говорит капитан корабля. Наш самолет набрал нужную высоту. Время в полете составит порядка 15 часов. Друзья, да-да, прямых рейсов из Москвы на Бали не существует. Вы в любом случае будете использовать стыковочный рейс. Так, например, из Москвы вы долетаете до Дубай. Это примерно 5,5 часов. Далее вы делаете пересадку. И еще летите часиков так 10. Таким образом, в дороге вы проведете около 24 часов. Давайте предоставлю вам немножко базовой информации. Бали – это остров в Малайском архипелаге. В группе малых Зонских островов. В составе одноименной провинции Индонезии. Площадь у него порядка 5,5 тысяч километров. Население здесь на сегодняшний день около, внимание, 5 миллионов. Хотя официально заявляют 4,200. Но я вот так вот чуть-чуть округлю в большую сторону. В силу того, что здесь сейчас огромное количество туристов. Кого-то наверняка не досчитались. На острове круглый год царит лето. Но бывают сезоны дождей с ноября по март. Наибольшее количество осадков выпадает именно в эти месяцы. Растительный и животный мир здесь действительно богат. Религия здесь – балийский индуизм. Большинство балийцев, это 84%, исповедуют именно вот эту местную разновидность индуизма. Которая называется Агама Хинду Дхарма. А остальные 16% населения – это мусульмане. В этом выпуске я буду рассказывать вам интересные факты о Бали. Но хочу поделиться своими наблюдениями в первую очередь. Ведь когда я сюда летел, я считал, что я лечу на по-настоящему райский остров. Я смотрел выпуск Антона Птушкина, которому отношусь с огромным уважением. Ничего против сказать не хочу. И я представлял себе ровно такой Бали, которую видел у него в выпуске. Но когда я приехал сюда, я, мягко говоря, удивился. И первое, с чего я хочу начать – это минусы Бали, которые действительно бросаются в глаза. Но, ребята, есть полезная информация для всех тех, кто собирается отправляться за границу. Знаете, вот когда находишься за границей, сразу начинаешь думать, ну почему, почему, будучи дома, я не уделял внимания изучению английскому языку. Ситуации бывают разные. Я встречал такой момент, что стоишь с кем-то, начинаешь общаться, казалось бы, особо не уделял никогда ему внимания. Ну раз-раз-раз начинаешь вспоминать слова. В ресторан пришел, в магазин с человеком. И действительно уже складывается какой-то диалог. Но как только ты натыкаешься на кого-то более сильнее, кто говорит лучше, быстрее, правильнее, в какой-то момент ты понимаешь то, что и сказать-то хочется, а не можется. И мне написали ребята из Международной школы английского языка Wall Street English. Дима, ну сколько можно тратить время впустую? Приходи обучаться английскому языку онлайн. Из любой точки мира. Потому что Wall Street English – это самая крутая и крупная онлайн-школа английского языка для взрослых. Учебная программа которой совершенствуется почти 50 лет. Суть метода школы заключается в сочетании самостоятельного обучения на цифровой платформе и практических живых онлайн-занятий с преподавателями. А главная задача Wall Street English заключается в преодолении языкового барьера у студентов. Поэтому вы будете учиться на практических разговорных занятиях с преподавателем-носителем языка и студентами из других стран онлайн. Швейцарии, Франции, ну и прочих. И это совершенно бесплатно в рамках уже оплаченного курса. И самое интересное, что помимо этого на онлайн-платформе школы можно учиться по сериалу, который был специально снят для школы для того, чтобы так было проще изучать английский язык. Это действительно помогает, как показывает практика. Говорить о том, что вы можете обучаться и заниматься языку в любое время и в любом месте, говорить не стоит. Прямо сейчас вы можете пройти бесплатный онлайн-тест на сайте школы. Ссылочку я оставлю в описании. И понять вообще, на каком уровне ваш английский. Это на самом деле очень важно, потому что при составлении индивидуальной учебной программы Wall Street English основывается на текущем уровне знаний по итогам тестирования и на целях, которые для себя ставит студент. Таким образом, учебная программа школы полностью адаптивна и обеспечивает максимально эффективное изучение английского языка. Короче, ребята, если вы хотите начать, наконец-таки, изучать английский язык, то самое время заняться этим прямо сейчас. Сперва проходите тест, получаете всю консультацию, скидочка есть 40%. Вам даже не нужно больше бегать, прыгать по сторонам, искать какую-то школу. Вот она, Wall Street English ждет вас по ссылке в описании. Вперед за новыми знаниями! Для многих из вас Бали ассоциируется с райским местом на Земле. Ну что нам показывают? Какие нам картинки отсюда дают? Океаны, моря, острова, красотища безумная. Но почему-то многие умалчивают или не показывают в нужном объеме вот эту историю. Вот покажи, пожалуйста. Это самая настоящая помойка. Я настолько прям злюсь, когда еду по городу, я просто удивляюсь. Мы едем просто срач, срач, срач полнейший. Вот смотрите, как живет местное население. Во время своего путешествия я делал публикацию в своей социальной сети. И многие сторонники Бали на меня накинулись. Мол, и что? Ну подумаешь, мусор. Ну это же Азия, здесь это нормально. Нужно видеть позитив. А ты, собственно, получается свинья. Потому что свинья везде грязь найдет. Ребята, я стараюсь показать вам объективно. С плюсами, с минусами. Дать вам возможность подумать и сделать самостоятельные выводы. Значит, рассказываю глубже. Я нашел одного местного балийца. И задал ему прямой вопрос. Кто это делает? Кто набрасывает мусор? На что он честно ответил. В подавляющем большинстве это делают местные. Люди их оправдывают следующим образом. Люди это туристы. Что, мол, раньше, когда здесь не было особо туризма, они жили спокойненько, ели с банановых листьев. Эти банановые листья после употребления пищи барасали условно себе под ноги. Природа все это переваривает. И нормально. А здесь появился пластик, мусор. Они привыкли все так же это бросать. Но теперь это как бы не переваривается. Таким образом, когда вы путешествовать будете по Бали, просто посмотрите влево-вправо. Мусора здесь огромнейшее количество. Его набрасывают. При этом они говорят, мы с 2018 года бороться с мусором начали. Ведь раньше у нас даже баков мусорных не было. Теперь они появляются. Общаясь с местными туристами, обсуждая эту тему, они отмечают, что это ты еще в сезон дождей в океане не купался. Потому что мусора прибывает еще больше. Многие травятся, подхватывают эти кишечные палочки. Ребята, озвучу вам то, что рассказывают сами люди. То, что я видел лично своими глазами. Поэтому вам нужно зафиксировать следующее. Что там, где живет подавляющее большинство местных жителей, принцип у них такой. Поел, окно открыл, швырнул туда пакет с мусором, и к тебе вопросов не задавать. Потому что это, Айзи, это нормально. Периодически вонять просто говнищем. Километровые улицы. Мы вчера ехали на байке. Вонь такая, что мама дорогая. Палят, жгут. Бросать мусор вот так вот. Ребята, это, подчеркиваю, здесь еще чисто. Вот это вот еще норм. И мы приехали в туристическое место. Туристы приезжают со всего мира. Сейчас пойдем смотреть, как черепашки здесь размножаются. И я задам один очень колкий, хитрый вопрос. Вот смотрите, мы приехали в место, где происходит такое некое спасение черепах. Вот они находятся изначально в живой природе. Какая-то черепаха попала, например, под мотор лодочки, яхточки. Ее там выбрасывают на берег. Люди видят ее. Обращаются в специальную организацию. Ребята приезжают, забирают черепаху сюда. Здесь их восстанавливают. И потом отпускают их в среду обитания. И это очень здорово. Как бы этим многие здесь гордятся. Ну, бравое дело, спасать животных. Почему нет? Вот я хочу задать вопрос. Вая, расскажи, пожалуйста, вот если вы занимаетесь такой хорошей деятельностью, почему вы не уделяете время тому, что местные люди очень сильно загаживают природу. Они бросают пластиковые пакеты, пластиковые стаканчики на пляжах. Их забирает море. Их едят черепахи. И они умирают. Их уже невозможно спасти. И в этом, я, может быть, буду аккуратен, вина местных людей. Почему вы не следите за этим? Да, на Бали перестали выдавать пластиковые пакеты еще в 2018-м. Но из-за западного ветра пластик все равно прилетает к нашему острову с другого острова. Соседние острова чисты, но именно с них идет на Бали весь мусор. Подчеркиваю, мы нет задачи там, знаете, засрать. Ни в коем случае. Есть задача сделать, объективно показать. Вот сегодня какой год? Кончается 2022-й. Мы проехали по улицам, я вам все кадры вживую показал. Вот какой ключевой посыл я хочу заложить. У балийцев очень сильно развита религия. Поговаривают, что женщина в день должна делать аж чуть ли не по 60 подношений. Если вдруг я что-то сказал неправильно, задел чувства верующих, я, естественно, сразу же извиняюсь. Но, вот что я хочу сказать, если бы местные шаманы закладывали в голову людям о том, что бросил мусор, разгневал духов, будешь мусорить, после смерти станешь крысой. Вот у нас была целая процедура. Мы берем черепашку, отправляемся в море для того, чтобы выпустить ее в естественную среду обитания. Люди занимаются благим делом, как я сказал, спасают животных. Но при этом подавляющее число смертей черепах, они даже по городу вешают объявления, происходят от того, что черепаха в море или в океане путает пластиковый пакет с медузой, съедает его и, соответственно, после этого умирает. Просто это действительно одна из больших проблем для острова, подчеркиваю, который может быть полноценно райским островом, если там всего лишь хотя бы навести полноценный порядок. Короче, вот мы переместились на пляжик, плыли-плыли-плыли. Ребята, зацените просто сами атмосферу. Я вам везде показываю такие детали. Джунгли, я бы назвал их. Такое интересное пение птиц. Мусор, который люди где-то, знаешь, когда плывут в море, бросают за борт что-то. И вот потом это просто-напросто морем все сюда выбивает. Тапки, пластик, вообще всего полна, срач полнейший. После выпустили эту несчастную черепаху в море, говорят, из 100 выпущенных выживает примерно 5%. Поэтому желаю ей удачи, надеюсь, она еще жива. Давай, 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 пошел, пофол, пофол, пофол. Поехали дальше. Увидели, судя по всему, самую главную свалку на этом острове. Вонище, словами не передать. Вот эти птицы, которые летают, ну, самые настоящие, мне кажется, разносчики заразы. Потому что, смотрите, 30 градусов средняя температура, дожди, испарения. Ну, идеальная среда для развития микробов. Короче, друзья, здесь ставлю точку. На мой взгляд, это самый жирный минус Бали. Это свалка и бесконечная мусорка. Вот с этим нужно бороться в первую очередь. А сейчас давайте поговорим о хорошем. Я как диджей буду стараться вам давать позитивные и негативные новости. В 70-х годах прошлого века основу экономики Бали по объему продукции и численности занятых составляло сельское хозяйство. В дальнейшем все переключилось на туризм. И на сегодняшний день львиную долю дохода государство получает, конечно же, от туризма. Но когда туризм только зарождался, первыми в лице путешественников на Бали были хиппи. И когда слышишь вот это вот сочетание Бали и хиппи, представляется в голове примерно вот такая картинка. Кстати, жили они тогда в бунгало, в которых не было ни электричества, ничего. Да и глядя на них по фотографиям, понимая, что им большего-то, наверное, было и не нужно. Вот что значит по-настоящему понять, что такое Бали и познать дзен. Ну а в дальнейшем с развитием туризма сюда начали приезжать и австралийцы. Я думаю, все вы уже прекрасно знаете, что Бали привлекательна именно для серфинга. Потому что здесь круглый год можно поймать волну. И также немаловажно для австралийцев и прочих европейцев, американцев, канадцев, Бали это местечко, где все дешево. Подчеркиваю, где все дешево. Поток иностранных туристов быстро дал понять людям с предпринимательской жилкой, что нужны будут кафешки, нужны будут услуги, нужна будет недвижимость. И вот о недвижимости на Бали мы сейчас с вами и поговорим. Давайте перенесемся в офис к одному из самых крупных застройщиков здесь и послушаем, что они нам расскажут и покажут. Они покажут, что они строят, сколько это стоит, кто это покупает, для чего. Это будет действительно интересно, ведь мы точно так же снимаем про недвижку. Пойдемте знакомиться. Нас здесь уже ожидает Стюарт. Пожалуйста, знакомьтесь. Стюарт, хай. Стюарт директор по маркетингу. И сегодня он нам расскажет, чем занимается компания. Он здесь проживает более 8 лет. Стюарт, я говорю в английском? Прости. Прости. Я вопрос для вас на русском языке. И Кристина, я прочитаю для вас? Конечно. Да. Стюарт, расскажите, пожалуйста, кратко о компании. Как вы давно здесь находитесь и основные направления, которыми вы здесь занимаетесь с точки зрения строительства. Окей, что ж. Мы компания застройщик. Создаем проекты с нуля. Мы делаем здесь все. От архитектуры и дизайна до юридической и налоговой помощи. Все здесь. Так что клиент может прийти сюда и просто все сделать здесь. Нам доверяют, потому что мы давно работаем и знаем, что делаем. И у нас внушительный послужной список. Много довольных клиентов. Мы очень прогрессивны и занимаем сильную позицию на рынке. Позвольте мне провести вам экскурсию. Окей, один момент. Расскажите еще, пожалуйста, о деталях рынка именно Бали, именно Азии. Я знаю, что по всему земному шару на сегодняшний день есть рынки Европы, которые не растут с точки зрения недвижимости. Но я знаю о том, что Азия, в частности Бали, только лишь набирают и набирают обороты. Так ли это? Рынок Бали всегда силен, потому что это очень маленький остров. Пузырь никогда не лопается. Индонезия такая большая страна. Она поддерживается огромным внутренним рынком и очень большим рынком международного туризма. Так что это безопасно. Костяк очень крепкий. Он продолжает расти и расти. В нем нет слабых мест. Стюрт с радостью устроил нам экскурсию по их двухэтажному офису. На первом этаже встречает, собственно, отдел продаж и менеджмент. Далее у них есть цифровой отдел, люди, которые занимаются развитием социальных сетей с точки зрения рекламы. Есть отдел телемаркетинга, а также администратор. На втором этаже располагаются офисы начальников строительных бригад, а также бухгалтерия. Само собой, в штате своя команда архитекторов и дизайнеров. Есть свой небольшой бар, кофемашина. А вот тут у них сердцебиение всего офиса. Здесь они запускают новые разработки, новые проекты. Конечно же, свой юридический отдел. Хочу просто акцент еще сделать, что посмотрите, как выглядит интернациональная компания. Я задаю вопрос, а кто здесь работает? Трое русскоговорящих. Один человек из Италии, несколько человек из Испании, кто-то из Дании, из Австралии, из Англии. Кто-то наверняка есть из Америки, то бишь, ну знаете, в этом что-то есть. Когда находишься в таких местах, действительно есть крутая энергетика, особенно. Когда ты смотришь на рабочее место у людей, кто-то в фотошопе работает, в Корле, видеомонтажом занимается. То есть такая творческая деятельность, но это рабочий процесс у людей. Можно прийти, человек чипсы принес, пожалуйста, перекусывают. У них также есть, как вы видели, бар. Ну в общем, в этом что-то есть, прямо здесь чувствуется движуха. Ну и как не назвать этих людей счастливыми людьми, друзья? Ты на Бали, тебе все нравится, у тебя есть работа. Ну кайф или не кайф? Напишите ваше мнение в комментариях. Перемещаемся с вами к отелю, где я живу. И здесь меня встречают две новости. Одна хорошая, другая плохая. Я вот приехал такой, думаю, блин, Бали, но до 8-9 вечера постоянно шум стройки. Я думаю, блин, ну кто тут, блин, долбит, не могу отдыхать. А это как раз, ребята, вот этот застройщик, к которому мы сейчас были в гости. Мы к ним пойдем на один из объектов. Реально, вот просто посмотрите, посчитайте, сколько народа работает. Вот это я понимаю стройка. Вот знаете, что меня удивляет? Мы приехали на стройку к застройщику. Вот в Москве, я не знаю, сколько я договаривался по времени. Здесь компания Хомэп, мы приезжаем с ребятами, они все организовывают вот так на раз-два. И мы уже сейчас стоим с Денисом, знакомьтесь. Денис у нас директор по продажам с акцентом на русскую аудиторию, правильно? Да, точно. Последние два года здесь живете? Да, да. Денис, ну давайте начнем от обратного. Расскажите, что здесь строится? Комплекс вилл и апартаментов Секана Бичтаун. Этот комплекс, который находится в пешей доступности в 50 метрах буквально от самого популярного пляжа в Ченгу. Это пляж Берава. Это комплекс с обслуживаемыми апартаментами и таунхаусами и виллами. Здесь есть своя достаточно богатая инфраструктура. Здесь будет три ресторана, здесь будет спортивный зал, здесь будет каворкинг, здесь будет спа. И даже на минус первом этаже у нас есть корт для сквоша. То есть, в общем-то, все, в принципе, для жизни здесь необходимо. И достаточно большой бассейн на крыше. Бассейн 90 квадратных метров, то есть это полноценные 25 метров в каждую сторону. То есть можно и спортом, не только отдыхом, но и спортом здесь заниматься. Я предлагаю пойти посмотреть внутри, как это выглядит. Пойдемте, конечно, Денис. А пока будем идти, можете сказать, смотрите, я правильно понимаю, что место, где мы сейчас находимся, вообще сама локация. Здесь рядом пляж, который больше специализируется для серферов, это раз. И то, что здесь какое-то такое некое тусовочное место. Что здесь вот, сама локация, здесь кафешки, ресторанчики, бары, вот что-то подобного плана. Ну да, Ченгу это фактически самый популярный район. Это самый популярный район сейчас на Бали. И как среди экспатов для лонгстэя, скажем так, для постоянного проживания, так и среди туристов. Здесь достаточно много туристов из Австралии, из Европы, из Штатов и из других стран. Фактически там с этих пляжей началось развитие туристического Бали. А скажите, когда началось строительство вот этого комплекса? Вот этот комплекс на текущий момент порядка полутора лет. Соответственно, мы его заканчиваем в течение следующих 4-5 месяцев. То есть он в первом квартале. То есть 2 года? Суммарно здесь будет 2 года, да. Вот это прикольно. Просто, друзья, вот оцените атмосферу. Вот это вот действительно, да, вот что значит стройка идет. Народа полно. Ваши ребята, я вам скажу так, браво, я же живу здесь поблизости. В 9 часов они уезжают с работы. До этого просто перфоратор как будто не выключается. С одной стороны, для вас это жирный плюс, что у вас идет работа для меня, как для туриста, не совсем. Ребята, здесь должно быть 32 апартамента. И они уже давным-давно проданы. Я вам показываю для того, чтобы вы понимали вообще, на чем сейчас на Бали зарабатывают люди с точки зрения инвестиций, с точки зрения недвижки. Как это вообще выглядит. И вот здесь заключается прикол. Вы вспомните, какие нам рендеры показывают, когда строят жилые комплексы. И что происходит на деле. И вот здесь, обратите внимание, я вам показываю рендер квартиры, в которую мы сейчас зайдем. Изначально кажется, ну блин, как-то так слабенький рендер. Но здесь как раз та самая ситуация, когда реальность лучше, чем то, что тебе обещали на картинке. Эти апартаменты, вот я так понял, концепция такая, что это, ну в первую очередь, естественно, инвестиция. Потому что они не для постоянного проживания вашего. То есть это какая-то некая локация, куда ты можешь приехать на зимовку. Но больше все вот эти вещи сдаются посуточно, помесячно в аренду. Приезжает народ тусить, отдыхать. И вот как раз для них эта история. Ну посмотрите, в 159 тысяч долларов изначально входит сразу все. Вы получаете картинку на выходе, есть и нарисована, плита там определенной марки, кастрюля. Все будет стоять на своих местах. То есть по факту вы получаете готовое комплексное предложение. Вы заезжаете в ЖК, где нет никакого шума. Ну по крайней мере не должно быть шума от ремонта. За исключением, там кто-то захотел какую-то дополнительную картину повесить и все. Кухня, первый санузел на первом этаже, барная стойка, стол большой. Вы можете присесть, отобедать. Вот здесь обратите внимание, да, вот эти различные штучки, это как раз вот то и сделано там для интерьера, для красоты, чтобы ты там мог покайфовать. С точки зрения быта, ну естественно пыль там протирать без лестницы не получится. Далее, мы получается находимся как бы на втором этаже. Будет вот такой балкон у человека. Ну и вы должны понимать, что сейчас здесь стройка. В дальнейшем будет что-то типа там зелень, красота и так далее. Вот пойдемте на второй этаж, специально туда не поднимался, для того, чтобы по-живому посмотреть, как это выглядит. Жирный плюс, что все сделано грамотно, из бетона. Не какая-то там каркасная лестница, по которой ты идешь, и она уже пока новая начинает себя скрипеть, пищать и так далее. Еще один санузел. Душевая большая. Раковина, ну почувствуйте, да, разницу с точки зрения планировки. В этом что-то есть, какой-то свой шарм такой по-настоящему интересный. Шкафчики встроенные будут, они уже собственно есть. Ну и вот такая у тебя спальня. Ты пришел, такой некий у тебя лофт двухуровневый что ли, завалился спать, проснулся. Вон там видно море, то бишь действительно, в данный момент с камеры, конечно, это не передашь, но океан. Ребята, океан, не море, океан. И ты балдеешь. А дальше ты выходишь, берешь свою доску и идешь полдня кататься на доске, получать удовольствие. Вот такая концепция. Застройка на Бали не может превышать четырех этажей? Да, четыре этажа. Это закон такой? Да. А он с чем связан, там, сейсмическая активность или что такое? И с сейсмической активностью, ну и, в общем, правительство, там, провинции, как бы, в целом хотят сохранять, в общем-то, облик Бали как место, в которое, ну, вот, можно приезжать и находить какое-то там, условно, единение с природой, там, с океаном. Дзен. И, да, и получать, как бы, какие-то виды там красивые, вот, соответственно, вот связано с этим, прежде всего. А вот не было никаких разговоров, так сказать, в колуарах, например, чтобы на правительство там где-то надавить, например, того, что парочку высоток построить нужно? Я думаю, что нет, честно говоря, ну, то есть все сейчас, все понимают, в общем, прелесть Бали, и все понимают, для чего сюда едут туристы, и ни у самих там туристов, ни у местного правительства, ни у застройщиков нет желания, вот, скажем так, менять вот этот формат. На Бали все-таки едут вот за, за чем-то естественным, там, натуральным, вот. Далее мы с вами переместимся на земельный участок, на котором в скором времени только начнется строительство, а объекты там уже практически все проданы, но несколько свободных квартир есть, и как раз там посчитаем, сколько она стоит сейчас, сколько она будет стоить через месяц, через год, через полтора, потому что строительство занимает в среднем 18 месяцев. Но, ребята, я знаю, что вы любите общение с другими людьми, вот поэтому давайте дадим высказаться людям, с кем мне удалось пообщаться на Бали. Мы с апреля здесь. С апреля. Ну и как в целом, вообще прижились уже? Конечно. Поговаривают, чтобы почувствовать Бали, нужно пожить на нем полгодика, или вот сколько, вот, на ваш взгляд, вот если человек хочет поехать и прям проникнуться всей атмосферой, сколько ему здесь нужно находиться по времени? Минимум 3-4 месяца, я думаю. Да, долго. И поездить по всему острову, не здесь. Один месяц – это вообще минимум, на который стоит приезжать. Я, если честно, приехал на Бали, как в Москву, ну, типа, я был два года назад тут, я тут все знаю, у меня нет такого, что Бали – это какое-то место, где там, ну, духовно просвещаешься. Я сюда приезжаю, потому что тут тепло, вот, и, типа, фрукты, солнце, океан, серф, вот, я из-за этого приезжаю. Мы с мужем приехали на Бали в прошлом году, в июне. Мы, в принципе, на самом деле, изначально рассматривали еще Таиланд, но потом посмотрели видео Птушкина, как и многие, наверное, вот, и решили поехать на Бали. А то, что показал Птушкин, ну, показалось, что на Бали лучше сохранена местная культура, вот, что-то такое. Смотри, когда я здесь первый была раз, мы были всего шесть дней, мы жили не в той локации. Мы не смогли все посмотреть, то, что передвигались на машине, а все-таки прочувствовать Бали, да, нужно на байке покататься. И мне было дико жарко, и вообще я не поняла, в чем прикол. Но когда я второй раз сюда приехала уже на целый месяц, вот тогда я первый раз вкусила вообще, за что этот остров любят. Во-первых, это твое состояние здесь. Ты за несколько дней не можешь этого испытать, это невозможно. Надо прожить минимум недели-две для того, чтобы вкусить вообще все, что происходит. То есть тот вайп, с которым здесь люди живут, когда они там просыпаются утром, идут на спорт, на йогу, потом идут в океан, там, да, серфят и так далее. Потом работают работу, потому что разница по времени, там, с Москвой, например, 5 часов, и у тебя до 3, реально полностью свободный день, ты занимаешься только собой. И в 3 садишься, там, поработал, да, если ты не какой-то там офисный сотрудник, где тебе 8 часов надо отсидеть, ты сделал свою работу, а вечером пошел встречать закат, встречаешься с друзьями, идешь в бич-клаб. Ну, короче, мы уже были, ты видел, какая там, на самом деле, атмосфера классная, какие виды. Вот что вам здесь прям сильно понравилось, вот от чего вы прям, вот, прям, первое в голову, что вам лезет от положительных природы? Природа, океан, серфинг, люди. Люди, да? Говорят, то, что все улыбчивые, что-то позитивные, конфликтов не бывает. Такое, это правда? Фишка в том, что Бали, ну, относительно небольшой остров, но очень разнообразный, и тут много чего есть. Или есть серфинг, есть, как бы, просто райские места, есть горы, там. Природа кайфовая, очень красивая. Тут каждый находит, чему нужно. Ну, с учетом того, что мы вообще первый раз путешествуем по Азии, и знакомства начались в Бали, я был приятно удивлен. Во-первых, здесь очень классное окружение из местных, которые тебе всегда помогут, всегда что подскажут, всегда улыбнутся там, накормят, если надо. Во-вторых, мы, наверное, первые три дня вообще ходили разинов рот, потому что очень красивые деревья, ну, вся растительность, даже вот где мы жили в Сануре, район достаточно такой городской, могут бананы расти вдоль дорог. То есть у нас такого в России нет, да, там, пошел, кокос снял, попил, дальше пошел гулять. Вот, мне это понравилось. Илюха, с Илюхой мы познакомились в Дубае. Илюх, ты вот мне скажи, ты здесь тоже первый раз? Да. У тебя пошла вторая неделя, как ты на Бали. Все верно. Я знаю, что в первые дни ты сказал, хрень, я хочу обратно в Дубай, я хочу обратно там в другие крупные города, но не здесь. Ну, на самом деле, да, так и было, потому что в Дубае было все максимально как бы чисто, все максимально убрано, все, ну, как бы цивильно, то есть ты везде ходишь, ну, как-то все четко, красиво, да, и вот, я не знаю. По крайней мере, приятно глаз на это смотреть. Когда мы приехали на Бали первый день, мы еще не арендовали ни байки, ни машины, ничего, мы пошли пешком прогуляться. И вот когда ты ходишь пешком, получается, просто и медленно все это смотришь, на все это обращаешь внимание, то тебе, конечно, кажется, что, ну, слишком грязно как-то, то есть, ну, по сторонам, то есть ты обращаешь на это внимание. Ну, как только ты берешь байк и перемещаешься уже с одной точки там на другую, то есть ты сел в отеле на байк, поехал к океану там, оттуда сел на байк, поехал в ресторан, то ты параллельно как бы этого всего не замечаешь, видишь, что все красивое. Поэтому уже спустя где-то полторы-две недели, ну, я могу сказать, что мне все уже более-менее нравится. Просыпаюсь типа в девять там утра, встречаюсь с друзьями, завтракаю, куда-то езжу, съезжу в спортзал, потом просыпается Москва, типа там в два часа дня, я сажусь работать, работаю примерно там до, ну, до девяти вечера, до десяти вечера по местному, и потом так же встречаюсь с друзьями. Ну, то есть в перерыв, в течение рабочего дня там могу выехать куда-то на обед, так же с кем встретиться, пообедать, и в целом, ну, у меня график не поменялся, то есть я только утро посвящаю себе, остальное время я работаю. Из минусов, что не понравилось, что прям фу, негатив, плохо, вот, чтобы контраст прям такой был. Семеняк. Долго, мало, можно подумать. Семеняк. Ну, например, вот эти районы, которые прям пользуются популярностью Ченгу, Семеняк, там просто, ну, мне не нравится там трафик, это реально как центр Москвы или там в метро, ты захожешь, сейчас спишь, то есть это просто движуха, ты стоишь долго, дышишь этими выхлопами, а ты без байка здесь делать нечего, понятно, вот, ну, и просто количество людей, я просто не люблю большое количество людей, поэтому мы вот обосновались более-менее на Буки. Это ваш минус, вам что? Ну, тоже Семеняк, туристик слишком, и больше грязи, больше приставочих людей, как бы. Да, кстати, вот то, что часто видишь, что, ну, местные, не местные, не знаем кто, может быть, это из других островов приезжают, бросают мусор, вот, там, пакет лежит, там, да, то есть, и ты приходишь на какой-то поинт красивый, и тебе прям хочется реально сидеть, собирать мусор, потому что это просто, ну, и в океане ты сидишь, там, серфишь, и у тебя все приплывает, это просто, ну, очень печально это все. Для меня переезд был достаточно такой серьезный шаг, то есть, мне было чуть-чуть страшно, вот, и я не знаю, я была, я, наверное, удивлялась всему, потому что я никогда не была в Азии, как я уже сказала, и было очень много контрастов, поэтому, наверное, каких-то негативных моментов я, может быть, и не замечала на тот момент. Что помню, мы расстроились, что пляжи не такие, как на картинках, вот, то есть, мы когда, вот, посмотрели видео Птушкина, там, еще кого-то смотрели, мы ожидали, естественно, чуть-чуть другого океана, других пляжей, и в пандемию пляжи убирали еще хуже, чем сейчас, то есть, ты плаваешь в мусоре, ты идешь по мусору, вот, там, ну, палки, трава, это, как бы, природа, это не считается, но вот было это неприятно, я помню. Минус, это минус конкретно этого года, что по жилью, ну, полная жопа, как бы, народу очень много, и если, допустим, открыть букинг, там, условно, 30 точек, и они все красные будут, то есть, ну, типа, жилье не найти, минус, в Ченгу конкретно народу стало больше, ну, его всегда было много, мы в Ченгу находимся. Когда я первый раз приехал, два года назад, я вышел из аэропорта, и такая, ну, дикая жара, короче, была, я думаю, я в ад попал какой-то просто, я на второй день уже смотрел билеты обратно, грязно, типа, суета какая-то, что-то мопеды пердят, ну, как, ну, такая атмосфера была, мне не понравилось, я, ну, реально на второй день смотрел билеты. Через неделю там втянулся, как бы, через месяц вообще кайфовать начал, а потом, как бы, ну, классно. Но когда ты здесь живешь, вот, опять же, проходит несколько недель, ты ловишь какой-то вот этот свой дзен, и ты выходишь на эти дороги, ты уже не замечаешь, что кто-то там проносится, ты уже не замечаешь какую-то грязь, да, потому что ты более наполненный, потому что, вот, опять же, мы сейчас были там в разных отелях, тоже поездили по острову, и нам иногда просто вот до слез, насколько люди добродушные, они все улыбаются, вот он что-то идет задумчивый, тебя увидел, он такой, hello, и просто во все 32 зуба, они там все тебе вот так поклонятся, они тебе пожелают хорошего дня, спросят, как у тебя дела, куда бы ты ни зашел в любой магазин, все тебе спросят, как у тебя дела сегодня, там, куда ты дальше пойдешь, и ты вот начинаешь, ну, это счастье, знаешь, ты приобретаешь счастье благодаря улыбкам, потому что ты даже, если ты вот такой злой идешь, а тебе навстречу все идут, улыбаются, ты хочешь, не хочешь, ты волей начинаешь, ну, расплываться в улыбке, и у тебя меняется внутреннее состояние. Улыбайтесь, люди, это очень полезно. Контрасты, 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 контрасты. Сколько раз я сказал это слово? Ребята, вот посмотрите, мы на Бали, вот за моей спиной, подожди, пожалуйста, поближе. Отельчик какой-то, да, травка зеленая, красивые деревья, чистенько. Вот стоп, 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 давай в эту сторону. Здесь, вы видите, да, байки приезжают. Вот это какое-то фельдеперсовое место, вот такое, вот знаешь, вот такое. Я впервые в жизни вижу столько охраны. Когда сюда заезжаешь на машине, сначала проверяют полностью машину на предмет взрывчатки, дальше порядка пяти, а то и семи охранников стоит на входе. У них даже есть автоматы, у них есть собака. То есть ты заходишь, проходишь через рентген, потом ты показываешь то, что у тебя лежит в сумочке, тебя полностью досматривают. И фишка заключается еще в том, что вот мы пришли с камерой, с камерой нельзя. Я говорю, а с телефоном можно? С телефоном можно. Я говорю, так у меня камера, говорю, 4К пишет, и телефон пишет 4К. Он, о, мэн, хрен тебе. Я говорю, я тебя понял. А сейчас, друзья, посмотрите, мы на Бали. Красотищу хотите? Давай, показывай пацанам. Вау, Бали, вау, пушка. Потрясный пляж, я просто тащусь от него. Хреначит вода, то есть это ливневая система работает, в городе все собралось, и вот она вся полилась. Соответственно, все это дело размывается и уходит вон туда, в море. Пират, ребята, пират, знакомьтесь, пират, хай, хай, no problem. Ну и, конечно, бешеная душина для всех вот этих серферов. Вот они здесь прям тащатся. То бишь, вот этот вот, как это, это океан или море? Что это такое? Вот этот океан, он, в принципе, не предназначен для купания. Если вы посмотрите такого, что кто-то пришел там, побалдел, здесь нету, волны действительно сильные, сюда в первую очередь люди приезжают серфить. Знаете, да? Длинные волосы кудрявые, вот такие усы у тебя, серф, пресс, шорты длинные. И ты каждый день, с утра до вечера только что и делаешь. Это ловишь волну, пьешь фрукты в виде коктейлей, ешь фрукты. И это, бля. Give me, give me, give me just your little smile. Sunshine, sunshine, baby. И, кстати, имя этого фельдиперсового места Финс Клаб Бич. Пусть будет так. Короче, фишка в чем? Вот просто представьте себя здесь, под вот эту музычку. Здесь огромное количество молодежи тусовки идут на европейском уровне. Народ тусуется, купаются в бассейне, загорают, общаются. Короче, здесь прям вот такая движуха, как из тех самых фильмов, которым нам показывают крутую, богатую, роскошную, беззаботную жизнь. Вот именно здесь происходят такие тусовки. Ребята, хотите прикол жизненный? Вот смотрите, мы находимся на земельном участке площадью 35 соток. Значит, как это выглядит? Смотрите. На данный момент нарисован только проект. Здесь будут апартаменты жилые с подземным паркингом, 62 апартамента. На сегодняшний день, да, посмотрите, продано уже 31. Вдумайтесь в это. Те, кто интересуются вообще Бали или там Азии, отмечают. Ну, в частности, давайте будем вести речь про Бали, что здесь земельные участки просто вот так продаются. Люди с деньгами ездят, не могут найти земельное участок, куда можно приехать, договориться, внести задаток, забить его за собой, выходить на сделку, чтобы купить землю и начать что-то строить. Вот вам и, пожалуйста, Азия. Денис, ну, звучит, конечно, очень прикольно, когда здесь будет крутой жилой комплекс. На сегодняшний день растет там, условно, не знаю, какая-то картошка, морковка, мусора действительно много. И за нашей спиной вот эти строения, это для рабочих, которые строят сейчас соседний тоже ваш объект. Да, да. Вот этот объект начнет строиться в декабре этого года. И мы просто показываем параллельно сейчас на экран рендеры, как это будет выглядеть. Вопрос, сколько вот на него уходит по времени постройки закладываете? Мы сейчас уже и во всех договорах с клиентами фиксируем эти сроки, это максимум 18 месяцев. Минимальный ценник входа сюда на сегодня какой? Сейчас это апартаменты 80 квадратных метров, 184 тысячи долларов. Вот я знаю, что HomeApp к вам зашли, вы нашли общий язык. С кем вот работаете и как вообще вы с ними познакомились? Ну, да, помимо там, естественно, прямых продаж, у нас есть продажи через партнерами, через партнеров. Вот мы с HomeApp, ну, относительно, скажем так, недавно работаем, но при этом нас подкупает, в общем-то, то, что коллеги очень хорошо взвешенно подходят к расчету цифр, они тщательно проверяют объекты, которые мы там даже строим, несмотря на то, что мы крупный застройщик. То есть мы там рядом документов, скажем так, нам пришлось обменяться, прежде чем валидировать эти объекты. У ребят есть международный, в принципе, опыт, они не только в России и в Индонезии работают. А что как бы нам удобно и что нам нравится, это то, что у HomeApp есть офис в Москве, чего мы, как компания, базирующаяся здесь на Бали, в Индонезии, ну, там, скажем так, позволить себе этого не можем, вести бизнес за рубежом. Соответственно, это очень удобно для, там, значительной части наших клиентов, которым некоторым сложно принять решение дистанционно. Сейчас очень много клиентов, которые хотят купить за рубежную недвижимость, но в Индонезии они никогда не были. И, ну, скажем так, гораздо проще с точки зрения, там, принятия решения и спокойнее для клиентов, когда есть возможность, там, куда-то прийти, изучить документы, пообщаться с живыми людьми. Ну, и, собственно, в общем, коллеги нам в этом помогают. Вот послушайте, пожалуйста, интересную деталь. К моему большому сожалению, вот эта информация, конечно, большей части зрителей неинтересна. Но вот те, кто действительно занимаются инвестициями, кто хочет куда-то вложить денег, вот вы просто вдумайтесь, что значит действительно живой рынок. Вот этот эпизод мы записывали 8 ноября. На сегодняшний день, на момент монтажа, 19 ноября, ценник уже вырос. Квартиру предлагают по цене 209 тысяч долларов, и это еще с учетом скидки, это вот компания HomeApp. Договорилась с ними до 28 ноября. Дальше, говорят, ценник поднимут еще выше, потому что на момент съемки 31 апартамент продан. На сегодняшний день осталось свободных порядка 20. Вот так вот в Азии все распродается. Хотя строительство начнется только в декабре. Короче, друзья, оставляю все контакты и ссылку активно в описании. Оставляете заявку, и вас уже детально проконсультируют, все от и до по полочкам разложат, что к чему, как и какая доходность. А мы едем дальше. Вот она объективность, ребята, понимаете? Бали бывает и вот такой. Мы сейчас приехали в местечко, где стоят пятизвездочные отели, где есть пляж для миллионеров. Сейчас здесь будет проходить G20, соответственно, все чиновники, все гости, которые будут принимать участие, скорее всего, заселяются примерно в этих местах. И, конечно же, если вы впервые окажетесь на Бали, сначала вы летите на самолете, смотрите, как там красиво внизу, садитесь и приезжаете сюда, ну, конечно, мечта. Дорога широкая, разметка есть, все нормально ездят, здесь следят за правилами. Мы едем, говорим водителю, остановитесь в любом месте. Он говорит, нет, здесь так нельзя. Мы должны найти парковочное место и потом остановиться. Мы приехали в Нуса-Дуа. Вполне возможно, кто-то из вас советовал это место для того, чтобы увидеть роскошный Бали. Пляж миллионеров, как нам говорят. Вы, наверное, спросите, что это я везде с сумочкой хожу? Кто много работает, у того сумочка полна денег. Да столько, что в номере не гоже оставлять. Шучу, ребята, блин. Бедные, несчастные, здесь у нас аккумуляторы и вся наша история. Вот давай, иди за мной и пойдем прям по-живому людям покажем, как оно выглядит. Подчеркиваю, я здесь впервые. Специально мы на этот пляж еще даже не выходили, чтобы можно было посмотреть. Но отмечу, тишина, спокойствие. Закрытый такой, не поселок, а целый тут отельный комплекс. Здесь их полно. Но за высокими заборами скрываются красивые большие здания. Все сделано с размахом. Ну и, конечно же, красотища уже другая. Не та, которую я вам показывал раньше. В этом-то и есть и объективность. Вот здесь уже можно отдохнуть. Но, друзья, что я вижу? Ой, что я вижу? Пойдем, 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 посмотрим. Вы пишите в любом случае ваше мнение в комментариях. Развернуто. Особенно те, кто здесь был. Ни один, ни два раза больше. Кто здесь пожил, живет. Прям с рекомендациями, кому куда съездить, чтобы посмотреть, чтобы людям это было полезно и интересно. Как вы видите, срач, опять же. Вот просто, вот скажите мне, почему? Ну, если здесь такие богатые люди, почему нельзя выпустить человека, который просто с утречка пройдется и весь этот срач соберет? Даже в Ничанге по два раза в день, если не ошибаюсь, пляж чистят, там техника, люди проходят, собирают. А здесь? Пляж миллионера. Вот он вам контраст. Туалеты открыты. Кто-то здесь навалил. Вонь стоит просто несуцветная. При этом нету двери. А здесь рядышком, видите, стол. Вот так вот сидишь вечером, пришел с семьей поужинать. И такая картина происходит. Заходим. Все просто. Ну, вот, картина, да, вон. Туалет весь отбусанный. Моют ноги прямо здесь. Вот это вот страшно, страшно. Что это? Ключик, которому страшно прикасаться. Ну, вот, объясните мне. Ну, как такое возможно? Пляж миллионеров. Ты выхожешь, красотища. И здесь такой туалет при кафе. И это был не общественный туалет. Это был туалет при кафе пятизвездочного отеля. Общественный туалет и вовсе был закрыт. А вот это вот дорога, которая подводит к этому пляжу миллионеров. Вот контрасты сплошные. То едешь все идеально, то просто разруха и убитость там, где этого и близко быть не должно. Мы проехали 25 километров пути. На все про все у нас ушло 2,5 часа. Потому что мы останавливались, перекусывали. Но если передвигаться без остановки, вот примерно полтора часа вы будете ехать. Потому что движение на самом деле сложно. Сейчас мы находимся в одном из мест, куда люди приезжают для того, чтобы насладиться видами. Посмотреть, что такое природа Бали. Вот давайте я вам покажу. Давайте я вам покажу. Подходим ближе. И здесь нас встречает такая история, что шикарнейший вид. Подходишь, смотришь и понимаешь, что вот она свобода. Вот она настоящая жизнь. Вот она красота. Очень часто в комментариях пробегают. Если ты не думаешь о политике, политика будет думать тебе. Ребята здесь все думают о себе и о жизни. Мне кажется, что большая часть людей, которые находятся на этом острове, их волнует вопрос, какой высоты сегодня будет волна. А смогут ли они зайти в трубу или как вот на серфе, когда едешь, попадаешь туда. Вот об этом они думают. Потому что глядя на всю эту красоту, о чем здесь еще можно думать. Но мы когда заезжали сюда, на самом деле стремно, я вам скажу стремно. Мы проезжаем через такие небольшие джунгли. Говорят, смотрите, обезьяна. Мы останавливаемся. Где обезьяна? Я вообще ее не вижу. Херак обезьяна. Я хотел только достать телефон, подснять ее. Она такая вот так вот встает. Начинает шипеть. Я просто охереваю от того, что что происходит. Мы садимся. А вот, например, оператора, Илюху. Привет. На днях тут уже укусила обезьяну. Он пришел, то есть она его цапнула. Я у него уже спрашивал, как бы не чувствуешь ты себя там? Нет желания, как бы нет. Ну просто к тому, что здесь живая природа. Все улыбаются, все кайфуют. А я же едал с утречка. Свежих фруктов поел. Просто ты идешь по городу, у тебя Боб Марли там гладишь. Шарам-барай-рай, шарам-барам-барай-рай. Ну классно же. Транспорт и дороги. Я вам рассказываю это глазами туриста. Когда ты впервые оказался. Хотя я путешествовал по Азии, приезжаю также в Азию. Но здесь первым, что бросается в глаза, это очень узкие дороги раз. Тротуаров, как таковых, нет. Местами их нет вообще. Местами, где они есть. В любой момент, как только движение встает, они тут же занимаются скутеристами. Приехать на Бали, внимание, всем семейным, с коляской. Кто-то написал, что приехал с коляской двойней. Это самое худшее решение, которое вы можете сделать, если вы думаете, что вы пойдете погулять, пошататься по улице, подышать. Забудьте об этом. Пеший туризм в основной части города, про него нужно забыть. Все передвигаются исключительно либо автомобиль, либо байк. Другого варианта нет. Вот она, живая картина. Значит, смотрите, узенький тротуар, узенькая дорога. Вот машина, например, встала налево. Все, ты уже там не пройдешь, не проедешь. Если ты будешь сидеть, я говорил, с коляской, тебе нужно обходить ее. Ну, бывают люди с ограниченными возможностями, тоже хотят путешествовать. С инвалидными колясками, это просто не сюда. Либо отдельно персонально водители, которые будут вас везде катать, возить. Мы с вами перемещаемся в райончик, где вокруг нас стоят виллы, которые сдают люди в аренду. Вот, смотрите, здесь есть очень много интересных нюансов. Балийцы хотят денег заработать. Но я подчеркиваю, это может быть вилла того же самого русского, американца, какого-либо инвестора из любой точки мира. Смысл в чем? В силу того, что сейчас наплыв, полным-полно народу с разных уголков земного шара. Они говорят, ой, на месяц, на длительный срок, ну, не хотелось бы. Короче, включают тариф по суточной оплате. Вот мы сейчас с вами пойдем вот в эту виллу, цена которой в сутки 8 тысяч рублей. Такая территория прилегающая. То есть, ты подъехал, у тебя стоит мотоцикл, тоже владелец виллы временно взял его себе в аренду. Сам по себе она двухэтажная, прилегающая территория внутри двора. Дворик, важно понимать, он узенький, он небольшой, но он есть, он по-своему приятен. Ты идешь, если слева-справа рыбки живые плавают, у тебя свой бассейн. То бишь, вот, пожалуйста, он небольшой, он относительно глубокий. То есть, если я в него залезу, я буду примерно вот так. Ну, смотрите сами. С одной стороны, жирный плюс. Ты утром проснулся, вышел там, искупался, побалдел. С другой стороны, здесь есть жирные минусы. В силу того, что все, вот этот вокруг бетон, ветерка никакого нету. Здесь просто находиться очень тяжело, душно. То бишь, не хватает вот этого сквознячка, чтобы шло какое-то проветривание. Есть балкончик, мы вам его покажем, там садишься хорошо. Еще, жирный минус какой. Если вдруг вы приезжаете с детьми, там, я не знаю, там, два с половиной, три года. Ну, все, это потенциальная опасность, потому что постоянно за ребенком нужно следить. Он вышел, упал в бассейн и лови его скорее. Заходим внутрь. Ну, первый этаж. Значит, здесь концепция какая? Кухня у тебя, большой зал. За нашей спиной есть двери, которые раскрываются. И, то есть, таким образом можно устроить здесь тусовочное место. Прямо перед домом стоят колоночки. То бишь, в Бали, вы понимаете, люди приезжают себя кайфовать, балдеть, отдыхать. Вот что интересно. Пойдем со мной, покажу тебе. Ну, ребят, да, вы понимаете, что места здесь предостаточно. Вот есть такое интересное подсобное местечко. Назначение я его не совсем понимаю. Может быть, для того, чтобы свет был дополнительно. Чисто такой, знаешь, элемент декора, потому что, ну, здесь ничего нет. Здесь так вот просто зеленуху можно посадить. И, соответственно, здесь нас встречает первый санузел. Показывать вам его не буду, потому что, ну, что, санузел и санузел. Поехали на второй этаж. Вот плюс какой. Действительно так масштабно, с охватом, что у тебя не маленькая узенькая лестница. У тебя так, ты идешь как человек. Спокойно поднимаешься, перила. То есть, в этом плане так, в принципе, качественно. И на втором этаже нас встречают две комнаты. Две всего лишь комнаты, да, обновили. Заходим первое. Комнаты просторные. Комнаты чистые, уютные. Здесь у тебя есть небольшая, там, условно, рабочая зона. Ты можешь посидеть шкафы. Свой полноценный санузел, там, туалет, душ. Все есть. И вторая комната, по сути, извиняюсь, извиняюсь, по сути, это дубляж. Но, вот, собственно. Так, сейчас, ребята, разберемся. Что-то у нас какая-то такая система, механизм, блин. Вот, такая картина, что у тебя балкончик. Так ты можешь присесть и, собственно, вечером, там, почилить, потусить. Но перед тобой стоит другой дом. Или, соответственно, какого-то там вида, условно, на море здесь нет. Но, подчеркиваю, с точки зрения аренды и выбора жилья, здесь, конечно, выбор на любой вкус, на любой кошелек. Хотите жить, там, не знаю, с видом на скалы, пожалуйста, это все будет. Готовь только деньги. Русскоговорящих людей с хорошим достатком на Бали действительно в достаточном количестве. Точно так же многие из них переезжают семьями, потому что работа удаленная. И почему бы и нет жить в том месте, где прекрасный климат. Мы посетили русскую школу с названием Варвара и пообщались с ее директором. Знакомьтесь, друзья, Кристина, создатель школы. Кристин, вот знаете, что интересно? Мы поездили по разным странам. Везде, как правило, присутствует именно международная школа с акцентом на английский язык. Вот приходишь, отдаешь ребенка двух-трех лет в детский сад, в шесть лет в школу. Он еще, например, не знает, не учил никогда английский язык. Он просто попадает в эту среду. Вот мне, например, как отцу, вот стресс за ребенка. Думаю, блин, как я отдам дочь, как она будет учиться. Многие говорят, хорошо. Но у вас же здесь полноценно русская школа. И все детишки, которые есть, они все говорят на русском языке. Вот расскажите нам, пожалуйста, кратко, почему вы решили открыть здесь вообще школу, концепцию создания. А дальше я вам задам еще один вопрос. Спасибо за вопрос. Так, ну, идея создания школы, она на самом деле не какая-то спонтанная, которая нам пришла, переехав на Бали. Мы занимались этим в Москве, будучи в России уже восемь лет на момент создания этой школы. То есть это наша тема, наша история и дело нашей жизни с мужем. Вот здесь, конечно, мы точно так же, как и ты, подумали о том, что это стресс, для наших детей это было так. И создали свою школу, где стресс сведен к минимуму. Наши учителя, ведущие говорят на русском языке. Но также здесь есть и погружение в англоисторию, потому что ассистенты, если можно заметить, наши сотрудники, они индонезийцы, говорят на английском языке. И у детей очень плавно происходит вот это вот погружение в английский. Вот. Основная программа на русском, основная программа образовательная, она тоже российская. То есть у нас есть аттестации в России, ну, то есть мы не совсем оторвались от вообще реальности. Мы аттестовываем детей и следуем таким, скажем, вот эту базу мы даем плотную. Так, по стоимости. Детский сад у нас на местные деньги стоит 8,5 миллионов рупий. Это 600 долларов вот сейчас перевели. Начальная школа стоит 9,5. Ну, это 700 долларов. Ну, это да, где-то. И рабочий день у детей с 8 до... С 9 до 16. Питание тоже как бы какое-то... Питание четырехразовое, конечно же, входит в стоимость. Но мест свободных в школе нет. Все уже забронировано. Значит, Кристина провела нам экскурсию по школе. Школа на Бали – это, конечно, нечто. Здесь ребята настраиваются на день. Здесь проходят также у нас медитации. Сейчас они вот нюхают эфирные масла, чтобы, в общем, состояние свое. Дети приходят, и первое, с чего начинается день, это они, скажем так, ищут себя, танцуют, общаются между собой. То бишь, настраиваются на день. Школа и детский сад расположены на одной территории. В общем, там для того, чтобы развиваться, играть и не скучно проводить время, есть все. Даже завели специально животных, завели огород, где дети сами что-то сажают, строится под них бассейн. Короче, вот в этом плане, действительно, в такую школу, мне кажется, ребенку будет ходить в удовольствие. Тем более, когда вокруг все русскоговорящие, но при этом, при этом, учат и иностранным языкам. Ну и приближаясь к логическому завершению, я хочу добавить несколько наблюдений от себя. Цены. Зайдя в интернет и начав читать о Бали, вы увидите, что там все дешево. Да, когда туристов нету. В первую очередь, жилье. С жильем сейчас большие проблемы и цены, действительно, жилье очень сильно выросли. Они не касаются только тех, кто снял жилье заранее. Второе. Цены на продукты питания и кафешки. Ну, в частности, магазины как таковые я даже и не видел полноценные. В основном все питаются в кафе. В кафе, конечно же, есть разный уровень. Есть прям вот забегаловка и серия, что на улице можно что-то съесть. Есть кафе хорошего уровня, где и ценник, я бы вам не сказал, что он будет там 5 долларов. Это будет обед на одного человека, ну, 20, а то и 30 долларов. В силу того, что здесь огромное количество иностранцев, которые владеют бизнесом в виде кафе и ресторанчиков, могу сказать следующее. Места действительно есть прям мега уютные, прикольные. По разным местечкам хочется покататься. Кухня, честно говорю, хорошая, вкусная. Есть, конечно, к чему придраться. Но прям чего-то такого вау, что вы прям приехали, вас это удивило. Абсолютно такого ждать не стоит. То есть не то место, куда стоит ехать за гастрономическими изысками. Ну и, конечно же, это Бали, это всем на все пофигу из серии. Можно прийти, этого блюда нету, такого блюда нету, это будет завтра. Короче, вот в этом плане нужно просто настраиваться на то, что ты приходишь и ешь из того, что есть, а не из того, что ты хочешь. Праздники и местная культура. Конечно же, к этому нужно относиться с большим уважением, потому что все мы здесь гости. Но праздники, они своеобразные. Например, мы ехали в одно место для того, чтобы снять там эпизод в одном местном кафе, где питаются исключительно балийцы. Потратили на это два часа. Когда мы туда приехали, выяснилось, что в этой деревне сегодня праздник. И, соответственно, никто в ближайший день работать не собирается. Все закрыто. Еще добавлю для семейных людей. Если вы хотите отправиться на баре с ребенком, и ему нужна какая-то там детская площадка, про это тоже можно забыть. Здесь этого нету. Поговаривают, что подобные детские площадки есть на территории закрытых комплексов, где там расположены некоторые виллы. Есть там уровень совсем другой. Там, конечно, будет покомфортнее. Но вот так вот, если вы заселились в отель или еще куда-то, рассчитывать на то, что как в Москве вы вышли возле дома, хорошая детская площадка, просто забудьте. Здесь такого не существует. Не забывайте о том, что когда вы летите на баре или в Азию в целом, у вас должна быть с собой полная аптечка всеми возможными средствами, жаропонижающими, аллергены сбивать, ну и, конечно же, от отравления. Потому что здесь, поговаривают, можно почистить зубки и прополоснуть их водой из-под крана, после чего на сутки, а то и двое слечь. С диареей и рвотой. Медицина. Здесь, я думаю, что стоит рассчитывать исключительно на ваши финансы и на частные клиники. Это при условии, что вдруг что-то серьезное произошло. Ну и в тусовочных местах важно понимать, что тишина и спокойствие наступают исключительно после 12.00. До 12.00 в местных клубах играет музыка так, что ее отчетливо слышно в вашем номере. Итак, друзья, вот таким получился у меня этот большой выпуск про Бали. Как мне кажется, он далеко не такой идеальный, как нам показывают в социальных сетях, на роликах и то, что мы можем увидеть на различных рекламных обложках. Стоит сюда, конечно же, приехать. Как мне кажется, на месяц минимум для того, чтобы понять, прочувствовать и уже полноценно сделать свои выводы. Я всех вас приглашаю в комментарии. Все активные, полезные ссылки из этого сюжета ждут вас в описании. В том числе на людей, с кем мы общались. Кто пожелал оставить на себя контакты, оставляю на них в описании. Пишите ваше мнение, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на все социальные сети, которые есть в описании. До новых встреч, всем пока-пока.